Доброго времени суток, друзья! Сегодня я, как обычно, на пляжах в 6 часов утра и незаслуженно обошел такое массовое скопление птиц, как озерные чайки. Так как они постоянно мотыляются, перед глазами летают, и они на виду практически всегда, о них как-то в погоне за редкой птицей я их упускаю. Сегодня я хочу показать вам охоту этих чаек. Просто посмотреть панораму, как они двигаются. Они так двигаются уже несколько дней. Ну, вероятно, или даже скорее всего, тактика охоты чаек зависит от многих природных именно факторов. То есть, волнение воды, например, там ветер и так далее. То есть, вот сейчас, наверное, низкое давление, скорее всего. Ну, то есть, перед дождем, такое состояние воздуха перед дождем. И вчера было ровное давление, ясная погода, и они двигаются вот по всей акватории низко-низко. То есть, не пикируют, не делают какие-то резкие движения там. Они именно спокойно, то есть, вот где-то от 20, наверное, до 50 сантиметров высотой. То есть, вот они где-то идут. Я просто покажу вам панораму, и мы посмотрим, понаблюдаем за чайками. Ну, чайки сами по себе красивые птицы. И она, как бы, приносит эстетическое удовольствие от наблюдения за ней. Ну, попробуем. Все-таки птица есть птица. Вот, я потяну по всей акватории, то есть, вот начну оттуда. Вот почему-то, вот они низко летают, низко-низко вот идет вообще. И так они летают уже несколько дней. Это край, вот, как бы, запруда реки. И вот там они чем-то занимаются, непонятно чем. Некоторые кричат, но основная масса, вот она идет, вот низко-низко видно. Прямо видно, как она идет, ведь. Летят они ровно. Непонятно, вот как она так двигается. И какой от этого есть, ну, смысл. Круги вот он наматывает, практически касаясь воды. Красивая, такой красивый танц, вот эти страшные, смертельные танцы охоты. Ну да, складывается впечатление, что это, как бы, спортсмены, катающиеся на льду. То есть, примерно, то же самое, или танцоры. Очень так... Очень так... Очень так... Все. Так... hardness. вот так вот погода прекрасно сейчас снова будет дождь мы уже привыкли к дождям закладывают тут ровные виражи такие и все время двигается в одном районе касается воды движение такое яркое вон он идет 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 раз и резко уходит резко прямо я за одной чайкой наблюдаю вон она раз резко повернула и пошла снова непонятен сам смысл этих танцев полетов таких красивых на другой стороне вот если посмотреть речки там тоже точно такие же движения точно также они двигаются интересно низко низко идут вот видно для этого нужно пойти и посмотреть туда как они там двигаются та сторона непонятная разминка такая интересная нажму на паузу и схожу на ту сторону дальше туда я сменил позицию здесь вот аттракцион и вот на этих аттракционах чайки любят зависать их много бывает но скорее всего от брачный период закончился и остались вот каждый занимается своим делом возможно они сидят по очереди на гнездах там на яйцах потому что не видно если здесь раньше был брачный гомон сейчас уже ничего нет и вот они в рабочем таком порядке с утра пытаются позавтракать каждый кто как может до них примерно метров 600 больше мне зума как бы не хватает полетав немного вот они пытаются может быть отдохнуть как-то непонятно но движение одни и те же вот видно что их двигаются 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 пока я вот не увидел ни одного результативного клевка чтобы там кто-то что-то поймал ну вероятно ох сейчас я наблюдаю за одной чайкой вот она двигается двигается интересно неожиданно просто выходит вверх а и и и и и и коснулась воды но не знаю вряд ли там что-то дело в том что когда какой-то из охотников по ловит добычу все вокруг начинают поднимать гомон такой крики давай давай что ты начинает еще драться потом за эту добычу то есть поймать это только начало ну такая интересная тему на пони вот этой тишины прекрасно ну все друзья на этом я как бы хочу закончить этот небольшой сюжет чайки они очень фотогеничные очень не нравится но у них такой тяжелый характер все подчинено нервам вот движение очень хорошо у нас тут начинается дождик и мне пора сворачивать оборудование вот всем я хочу пожелать найдите свое место найдите хороший сюжет и снимайте это пожелание авторам а пожелание зрителям смотрите наши фильмы то есть планета огромная не все могут приехать куда-то или там посмотреть в разных частях земли есть совершенно разная природа вот все всем пока а